Отложив коньки и шайбу в сторону, хоккеисты со всех уголков при Тамбове возродили дворовый хоккей. На валенках и с мячом. Такие соревнования проводятся вот уже шестой раз. 14 команд встретились на поле, поделенном пополам, в борьбе за кубок главы Тамбовского района. Прошлогодний победитель команда Бокинского сельсовета, она с января месяца стала территорией города Тамбова, и поэтому, к сожалению, мы этих победителей сегодня не увидим. Но здесь Горельская команда, она была финалистом, серебряным призером, они здесь. Сегодня будут стараться уже превысить свой результат прошлогодний. Однако команде из Бокина унывать не следует. Максим Егоров выступил с инициативой проводить такие соревнования для желающих со всех уголков региона. Все районы откликнули, сейчас по районам идут тоже отборочные турниры. Это тоже стал отборочный турнир областной. 18 февраля у нас на двух площадках в Тамбовском районе будут продолжаться уже итоговые областные турниры. На этом отборочном турнире команды играют в группах. Позже выходят в финал, где и выявляются призеры соревнований. Играют два тайма по 10 минут. Правила практически ничем не отличаются от обычного хоккея. За грубыми нарушениями, такими как толчок в спину, например, санкции следуют незамедлительно. Санкции – либо пробитие штрафного удара поворотом, либо ввод мяча с места, где было зафиксировано нарушение. Выслушав все указания судьи, Алексей готовится выйти на лед. Он играет за село Селезня. Говорит, что до этого катался только на коньках. В Валенках будет играть впервые. Ну, рассчитываем на победу. Ну, уровни у игрока каждый считает по-своему. Я – середничок. В промежуточных соревнованиях по хоккею в Валенках победителями вышли команды администрации Тамбовского района, Тулиновки и села Горелое. Из них троих отберут 10 участников в одну сильную сборную, которая сразится за победу в областных состязаниях по хоккею в Валенках с мячом. Полина Болотова, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей. Продолжение следует...